Двор Я здесь живу с 1978 года и, конечно, такого не было, как сейчас. Очень красиво. Прямо выходишь в отбор. Я даже в окно теперь смотрю и любуюсь, как дети на качелях катаются. Еще совсем недавно состояние этой территории мало располагало для прогулок. Посреди двора возвышалась полуразрушенная крепость, которая уже представляла угрозу для жителей. У людей не было возможности ни погулять, ни заняться спортом. Раньше нам приходилось тренироваться в честном зале нашей школы, а сейчас, когда построили эту площадку, можем приходить сюда и заниматься здесь. Сначала площадка была какая-то грустная, а потом стала такая веселая, что на ней хочется четыре часа быть. И качели, там качели, иголка. Местные активисты и раньше пытались привести территорию в порядок. Следили за газонами, сажали цветы. Их старания не пропали даром. В программу «Двор, в котором мы живем» попадают в первую очередь те дома, где жители и сами активно занимаются благоустройством и в будущем сумеют поддерживать порядок. Глава Самары Дмитрий Азаров приехал поздравить жителей улицы Коммунистической с победой. В целом, конечно же, видно, что сделано все с любовью, сделано очень профессионально. Конечно, очень важно, что жители от самого начала идеи, от проектирования до окончания работ принимали непосредственное участие. Понятно, что все невозможно предусмотреть, но видно, что сделано все очень-очень хорошо. Двор на Первомайской, 36 – яркий пример урбанизации. Пространство для прогулок ограничено, практически вплотную расположен лицей и санаторий. Даже такую территорию при грамотном подходе можно сделать уютной для проживания. Благодаря победе в городском конкурсе «Двор, в котором мы живем», жители получили детскую площадку и спортивные тренажеры. Пребывание во дворе стало более безопасным. В общем и целом, мне нравится, а мы постараемся его сохранить в должном состоянии, если уж получится. Сейчас, естественно, если вы видите, людям можно свободно здесь пройти, дети могут свободно здесь играть. Единственное, мы сразу знаем, что никто не заедет, ребенка там не собьет, потому что решетки стоят. Чтобы решить многолетнюю проблему на комплексное благоустройство и этого двора, городские власти выделили около миллиона рублей. На территории у дома поменяли асфальтовые покрытия и освещение. Этот уютный уголок теперь явно выбивается из общего пейзажа. Проблемы, которые не решались 30 лет, наконец-то стали решаться. Наша задача на 2014 год сделать дорогу к санаторию, сделать тротуарную тропинку, чтобы не заливалась водой к санаторию лицея, и заставить управляющую компанию навести порядок около территории своего дома. Около трети из всех благоустроенных дворов по программе «Двор, в котором мы живем» – небольшие площадки, как здесь, на Первомайской. Или такой же маленький двор на Молодогвардейской. Черный кот усердно приманивает гостей, и они не заставили себя ждать. Во дворе дома номер 207 по Молодогвардейской – праздник. Буквально за две недели темный дворик преобразился. Все по желанию и проектам жителей. Не верится, натурально не верится, что можно было заявить, нарисовать, подождать немного. И дождаться мечты материальной. Новая плитка, фонарь и добротный стол с лавочками для соседских посиделок с самоваром. Место уже облюбовали не только пенсионеры, рассказывают местные жители. Ну вот такие дворы, конечно, они у нас особенные, потому что они у нас расположены в исторической части города, это Ленинский район. Здесь более теплый, более уютный дворик, он более знаком с жителем. Люди здесь друг друга все знают, это маленькая семья. Поэтому вот из таких маленьких семей, из таких уютных двориков, в принципе, должна стоять наша Самара. Этот маленький дворик – часть большой дворовой территории у так называемого дома Шанхая. Но маленькая группа жителей вот этого конкретного дома, они говорят, а давайте сделаем у нас тогда и положим начало этой большой работе, которая пойдет дальше. Мы их поддержали. Территория у Шанхая уже попала в программу «Двор, в котором мы живем на следующий год». Благоустройство территории будет продолжено в едином стиле. Здесь появятся и спортивные, и детские площадки, и парковки. Еще одна история с продолжением на теннисной 17 и 19. Преображение двора продолжится и в следующем году. Умытый дождем двор как новенький. Благодаря участию в программе по просьбе жильцов демонтировали два незаконных киоска. На освободившемся участке соседи решили посадить деревья. Пока шел ремонт, жильцы не сидели сложа руки, принимали активное участие в составлении проекта. Вместе с подрядчиками решали, где лучше поставить скамейку, где заасфальтировать дорожки. На следующий год на теннисной планируют построить еще и универсальную спортивную площадку. А пока осталось установить два десятка видов игрового оборудования для детворы. Всего в этом году в Самаре на средство городского бюджета благоустроят 72 дворовые территории. В следующем году программа продолжится. Инициативные граждане уже подали заявки. Арсений в свои неполные два года неравнодушен к технике, любит играть в машинки. Только родителям малыша не до шуток. С недавних пор водители из окрестных домов устраивают во дворе гонки. Детский самокат железным коням не конкурент. Ситуацию могли бы исправить лежачие полицейские. С просьбой ограничить скорость жильцы собираются обращаться в ГИБДД. И задумались о комплексном благоустройстве. Сотеди уже сами посадили траву и разбили клумбы. Из того, что валялось на чердаке, соорудили лавки. Теперь подали заявку на конкурс «Двор, в котором мы живем». Составили архитектурный проект. Родители уже мечтают, как будут растить из своих детей-чемпионов по месту жительства. Где сейчас находится песочница, мы хотим построить чуть подальше туда футбольную площадку. И зимой, чтобы это был хоккейный корт, ну или залит каток. Установить новые качели буквально здесь, на этой площадке, здесь, потому что проект по нашему. В своем проекте для конкурса и парковку тоже предусмотрели. У нас в семье двое деток. То есть мы молодая семья, ездим за покупками в магазины. И нам не очень удобно. То есть приезжаем, приходится оставлять машину, буквально сказать, на дороге. Идти сначала заносить детей, потом таскать сумки. Мы бы хотели, чтобы у нас здесь были парковочные карманы. Арсений в этом дворе родился и сделал первые шаги. Родители надеются, детство малыша пройдет не рядом с заброшенной голубятней, а во дворе образцового содержания. Узнав о своей победе, в конкурсе жильцы готовы засучить рукава. В будущем обязуются блюсти порядок и поддерживать чистоту.